Привет, друзья! Я так посудил, стоит совмещать приятное с приятным. Стоит добавить розыгрыш скина. Как только у меня набирается 300 подписчиков, скин будет разыгран. Как это будет? Я случайно выбираю видео среди комментаторов, которого будет выбран победитель. Далее выбираю победителя и добавляю его в друзья. Через штрафных 7 дней победитель получает скин. Что для этого нужно сделать? Первое. Конечно, быть подписанным на канал. Второе. Поставить лайкосик под видео. Третье. Оставить комментарий такого содержания с вашими данными. ID, сервер, ник, наименование скина в пределах 303, написать любое сообщение, подписался и лайк поставил, к примеру, или зверькот и лучший. Четвертое. А чтобы быстрее набрались подписчики, делитесь видео в социальных сетях. Ну что, ребята, всем удачи! Салют! Наконец-то я подобрал достойную сборку и тактику игры за Иритель. А это значит, что это гайд на неё. И нет, ребят, нет у меня времени на всех героях играть кучу боёв. И ваши дела доверять моим суждениям или просто не смотреть. А всем, кто моему мнению доверяет, велкам! При введении в игру Ирителю вызывало очень много споров. Сильная она или слабая ДК стоит брать или нет. Я скажу так. Иритель играбельный персонаж, но весьма своеобразный. Плюсы и присущие. Самая высокая скорость движения среди ДК. Многочисленная атака, повышающая шанс срабатывания крита. Есть контроль скорости противника. Первый навык помогает всей команде. Возможность атаковать на ходу. Минус. Нет хорошего эскейпа рывком. Сложно реализовать. Медленная скорость выстрела. Пассивки айтемов действуют на первый болт в пачке выстрела. Хоть шанс крита и выше, но это уменьшает урон от крита при срабатывании. Что я объясню в навыках. Вот такой противоречивый герой. Роль Иритель стандартная, плюс внесение массы урона. И она успешно с этим справляется. Прямо как мозг в старые добрые времена. Может хоть массу противников обстрелять, хоть толпу крипов спушить. Дополнительный навык. Берем на любителя. Возмездие для ускорения фарма. Но в ростов вражеского бафа для Ирителя задача очень сложная. Вдохновение усилит нашу огневую мощь весьма весомо. Мой выбор. Далее, чтобы нам скрываться от возмездия, можно взять вспышку. Эмблемы. Выбираем между эмблемами лесника или бродяжника. Поскольку упор будем делать на скорости передвижения и максимальное количество урона в течение короткого времени. Навыки. Пассивка. Сердце джунглей. Иритель стреляет тремя болтами. Это так называются арбалетные стрелы. Каждый болт наносит 45% от атаки. Итого это 135%. Пассивки от предметов накладываются на первый болт из пачки. Кроме прочего, Иритель может атаковать одновременно передвигаясь. Это наша главная отличительная черта передвижения. Плюс 135% в атаке, конечно, очень хорошо. Но крит рассчитывается отдельно для каждого болта. А это значит, если имеем шанс 10% на активацию и допустим атаку равную 150, то другой стрелок при срабатывании крита нанесет 300 урона. По формуле 150 плюс 100%. У Иритель же расчет на одно срабатывание такой 50 плюс 50 помноженное на 100 при шансе крита плюс 50. Итого мы имеем 200 урона. То есть мы усиливаем при срабатывании крита себя только на треть. Да, может сработать на все три болта и мы получим свои 300 урона. Но шанс крита не 100%. Итак, у Иритель криты вне ульты слабее, но чаще. А значит чаще будет срабатывать багровый призрак. Во время бега надо не зажимать атаку, а часто тыкать на кнопку атаки. Так Иритель будет быстрее стрелять. Первый навык. Стрельба на ходу. Иритель запускает дождь стрел в указанную область, нанося 250 физического урона и снижая защиту пораженных целей на 15 на первом левеле и 60 на шестом левеле. Отличный дебаф. Хорошо, что работает против толпы. Плохо, что не работает в упор. 60 защиты. Существенное снижение брони. Поскольку у любого персонажа есть изначальный показатель брони, этот навык усиливает атаку по целям не только для нас, но и для всех союзников. Применение также нас не останавливает. Второй навык. Сила королевы. Лео издает рык, наносящий 200 физического урона и замедляющий противников в радиусе рыка на 80% на 2 секунды. Наш второй дебаф действует на расстояние выстрела, но останавливает нас. От этого выиграем примерно 1 или 1,5 секунды для себя и 2 секунды для союзников. Ульта. Тяжелая арбалет. Прыгает вперед и вооружается тяжелым арбалетом. Усиливает свою атаку на 5% и начинает наносить урон по области в течение 15 секунд. Это наш основной стимулятор для масс-файтов. Пассивные свойства предметов распространяются по области. Крит срабатывает также на всю область. Вот шанс развернуться в тактическом плане. А КД позволяет расфармливаться за счет больших скоплений крипов. Кроме прочего, пассив наносит урон по области не только героям, но и башням, затрудняя противнику защиту. Даже танк, заслоняющий своей грудью, своих керри, не спасет их от ульты. Противодействие нашей ульте это щита финны, щит лолиты и щиты, получаемые от навыков. Они абсорбируют наш выстрел и он не дает сплэша. Решается пара выстрелов в цель. По просьбе подписчиков, синий или красный баф? Синий нам практически не нужен, поскольку мы в основном атакуем с руки. А вот красный, который добавит нам скорость передвижения и урон, наш выбор. Но со следующим обновлением это станет не так важно. Перейдем к сборке без лишних слов. Ярость Берсерка. Казалось бы, спорный айтем для Эритель, но полностью он раскрывается, как и сама Эритель в лейт игре. Сапоги Скорохода. Я предпочитаю их. Нам нужна максимальная скорость бега во время боя. Можно заменить на сапоги Спешки. Говорящий с ветром. Важные для нас показатели скорости атаки, передвижения и шанс крита. Когти Хааса. При включенной ульте мы исполняем себе хп со всей массы нанесенного урона. Когти дадут максимальный отхил. Клинок Отчаяния. Для увеличения показателя атаки. Вариативный айтем. Багровый призрак. Максимализируем скорость атаки. Летаем, как ветер. Стреляем, как пулемет. Можно заменить на меч Охотника на Демона, что даст нам отхил и увеличение урона по площади. Или на Смертельный Клинок, если против нас много хилеров или вампиров. Злобный Рык. Мне кажется, совсем уж на любителя. Мы можем обстреливать керриц или скрипов, или в башню. И, конечно, последним взять Бессмертие. Мало полезный айтем для стрелков без рывкового эскейпа. Но есть любители. Стратегия боя. Основная ваша задача не ранние киллы, а быстрый расфарм. Играйте осторожно. Не перестреливайтесь, даже будучи уверенным в том, что вы победите в дуэли. Ведь если на помощь к стрелку кто-то бежит, скорее всего, вы уже не уйдете, пока не соберете два айтема на скорость. Да, есть ульта, но в режиме дуэли она играет важную роль. Во-первых, увеличивает ваш урон. Во-вторых, вы можете использовать мобов и вражескую башню, чтобы добить противника. Собрав последовательно когти хааса, вы можете уверенно чувствовать себя в тимфайтах, поскольку от хил получаете от всего нанесенного урона. Ваше место с краю битвы. Но вы не обязаны стоять на месте, как другие стрелки. Обстреливая противника, обходите его с фронта в тыл, беспрестанно поливая огнем и первым навыком. Никогда не прыгайте на ульте в центр битвы. Вы не танк, вас раскатают по асфальту. Прыгайте или в сторону, или назад. В идеале вам нужен напарник танка с контролем. Чу, минус, готот или, конечно, тигрилл, который может нам обеспечить 50% урона по противнику. У Эритель нет эскейпа мгновенным перемещением, поэтому для нас очень опасно убийцы. Можно было бы, конечно, взять магический клинок, но он спасет нас лишь в 20% случаев от прокаста Хайбуса или Сайбера. Но если к нам никто не придет на помощь, то нас, скорее всего, эти же ребята и добьют, а клинок просадит нас по урону в минуту. Лучше играть осторожнее и вносить свой вклад в массовом бою. С помощью моей сборки вы будете наносить примерно 2000 урона ультой за выстрел, притом поливая огнем с огромной скоростью, а в скорости перемещения пешком сравнится лишь гроб. С вами был Зырько. Я постараюсь, ребята, сделать гайд на Наталью, но он будет более аналитический, поскольку с убийцами у меня не очень. Подписывайтесь на канал, пальцы вверх и прочее. Удачных боев, приятных побед!